Привет всем. Попытка номер два сказать пару слов по теме Дня Святого Валентина. Вчера что-то пошло не так. Маленькая историческая справка для тех, кто все еще не знает, и пара нестандартных выводов из нее. В общем, легенда такая. Жил некий святой, вроде как в Древнем Риме. Он заключал браки между влюбленными в тот период, когда это было временно запрещено. То ли всем вообще, то ли только солдатам. И за это его казнили. На роль прототипа подходит несколько человек, но вроде как самый вероятный жил в третьем веке нашей эры. Называть его католическим святым не совсем корректно, так как разделение церкви состоялось только в одиннадцатом веке. До этого не существовало католической православной церкви или западной и восточной. В православных святцах тоже есть, наверное, с десяток разных валентинов. Основная причина, почему эта легенда не может быть истиной – браки тогда не заключались ни церковью, ни государством. Браки были только фактические. И весь вопрос был отдан на откуп самим гражданам. Государству это было неинтересно. Церкви, браки тоже были неинтересны. Их считали чем-то таким земным, первородно-греховным, бытовым, не имеющим отношения к духовному. За образец считалась жизнь Христа, а он женат не был, как известно. Более того, церкви понадобилось больше тысячи лет, чтобы духовно признать брак, так сказать, посчитать его таинством. И основные подвижки в этой теме начались уже после разделения церквей и происходили шагами. Соответственно, святой мог пострадать только за то, за что и страдали христиане обычно – за обращение в веру. Еще ему приписываются чудеса исцеления. Отсюда происходит возникновение валентинок. Будучи уже в заточении, святой исцелил слепую девушку и отправил ей письмо. Понятно, что письмо вчерашней слепой имело особое значение, не было просто поздравлением. В общем, в итоге его казнили. Аналогично, никому не приходило в голову держать запись регистрации браков. Это было приватным делом самих людей. Когда говорят, что после революции регистрация браков перешла к государству, а до этого это всегда делала церковь, это неправда. У католиков, например, требование ввести реестр было введено только в 1563 году. 16 век уже. А еще раньше для брака не требовалось ни присутствия священника, ни наличия свидетелей. Два человека заключали брак, давая устные клятвы. Для брака должны были выполняться три условия. Люди могут вступать в брак, то есть не состоят в другом браке, например. Люди вступают в брак взаимно и добровольно. И люди вступают в брак с намерением прожить вместе всю жизнь и приветствовать появление детей. Все. Итак, чей же праздник день Святого Валентина? Кому его уместно праздновать? Если отталкиваться от истории святого, то это день празднования мучеников за веру. Если вы христианин и уважаете это, то это ваш праздник. Если отталкиваться от влюбленных пар, то это праздник тех, кто вступил в настоящий брак, как он практиковался во времена этого святого. В отдаленных областях Российской империи этот фактический брак существовал даже в 19 веке. Такой брак при случае освещал проезжающий мимо священник. Это было незаконно, но практиковалось. Как-то так. Так что можно ли праздновать день Святого Валентина? Можно. Смотря кому. Всем пока и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok